В этом видео вы просмотрите очередную серию записи разговоров с нашими пациентами, нашим ЧПНИ, в котором в кадре новый наш главврач, практикующий психолог Наталья Юрьевна, и пациент ее, бывший наш врач, который после инцидента с физическим насилием над нашим бывшим пациентом нервного срыва лег к нам в клинику и теперь сам является пациентом. Послушаем и посмотрим эту беседу. Расскажите, что с вами случилось? Да вы лучше меня, вы знаете, что со мной случилось. Все-таки на этом месте, на котором сидите теперь вы, раньше сидел я. И вы, наверное, до назначения на эту должность смотрели даже те видео, в которых я еще был в роли главврача в нашем. До сих пор эта ЧПНИ остается моим. Раньше я все-таки здесь был врачом, а теперь я пациент. И теперь вы на моем месте. У меня за всю историю работы в нашем ЧПНИ ни один пациент, который излечился, излечился. И все-таки вам теперь виднее, что со мной происходит, раз так получилось, что по моему эмоциональному состоянию и после того ужасного случая, который произошел у нас в ЧПНИ, я теперь нахожусь у вас на принудительном лечении. Теперь у вас, теперь у вас на принудительном лечении. Я надеюсь, что сегодня вы мое состояние оцените как специалиста, знаю я вас не понаслышке как хорошего специалиста. И будете меня на протяжении, через какое-то время готовить уже на комиссию, возможно, на выписку. Давайте тогда, может, зададите мне какие-то вопросы. Да, мы как раз сегодня для беседы собрались. Вы же давали добровольное согласие на лечение? Да, конечно, добровольное согласие. Ну, запрос тот, который был в письменном виде к моим ближайшим родственникам, тоже был необходим. И я это понимаю на сегодня. Ну, вы понимаете, что оставаться вам вне стен учреждения было небезопасно для вас самого? Да, я это знаю и понимаю. И мы сегодня собрались с вами просто побеседовать. Я не буду делать преждевременные выводы и ставить вам какие-то диагнозы. Мы сегодня просто поговорим. Вы знаете, не буду лезть в вашу работу, но, может, вы какие-то кинезиологические тесты на моторику проведете, для того, чтобы понимать, как я могу после выписки, может, даже устроиться опять врачом, психиатром куда-нибудь. А вы бы хотели? Я бы хотел вернуться к своей практике и к своим пациентам, которые до сих пор остались у меня на отделении с теми пациентами, с которыми я пока не лежал на отделении. Я был врачом, я с ними поддерживал связь после их выписки. Это Дмитрий, такой пациент у нас. И все говорит о том, что я хотел бы дальше восстановиться и работать. И, если возможно, в кавычках, конечно, но мы проработаем гештальт с этой ужасной ситуацией, которая произошла на нашем отделении, что все-таки вы знаете, что я нанес ни одному пациенту, у нас физический урон, после чего как раз и меня сняли с должности. И по заявлению письменному еще родственников и положили к вам на отделение опять. А вы помните последний случай? Это было практически как в тумане. Я уже потом проснулся, когда у меня была рука в крови, весь рот и также другая одна часть тела, о которой я не хотел бы вам говорить, как все-таки противоположному полу. Ну, сейчас еще рано говорить о вашем возвращении. Надо вас понаблюдать еще пока у нас на отделении и посмотреть, какая будет динамика. Вы согласны? Николай Евгеньевич, вы согласны? О чем мы с вами сейчас говорили? Мы говорили о том случае неприятном, который произошел у вас с вашим пациентом. Вы помните что-нибудь, что у вас было в Дмитрии? Я помню до того момента, как наступила пелена. Он выписывался, он пришел к нам на отделение как гость. И пытался контактировать с пациентом Михаилом, который еще лежал на отделении. И они раньше лежали в одной палате. Потом я пригласил его на беседу и дальше просто пелена. Вы ничего не помните? Давайте, может, перейдем к каким-нибудь тестам, чтобы мне начать уже писать и стало полегче. Давайте, вы можете в обратном порядке от 1 до 10 написать цифры? От 1 до 10? Да. На каком курсе вы изучали эти тесты? Давайте сравним нашу квалификацию. Давайте. На каком? Наталья Юрьевна, если я правильно помню вашу. Да, вы абсолютно правы, Наталья Юрьевна. Эти тесты изучаются уже на ординаторе. Хорошо, хорошо. Вы не знаете, с чем может быть связано, что у меня очень потеют руки? Вы, видимо, испытываете какое-то волнение. Я понял. Какой раз у меня сейчас ручка в руках, какое вы мне давали задание? Да, вы должны написать в обратном порядке от 1 до 10. Прописью. Хорошо. Цифры. Прописью. И пообещайте мне, пожалуйста, что вы больше не будете меня бить линейкой. Линейкой? Да. Я била вас линейкой, вы помните это? Ну, конечно, я это помню. Конечно, я помню. Единственное, в прошлый раз она была железной. Не знаю, сегодня вы принесли с собой деревянную и зачем-то еще эту книгу. Возможно, это не связано будет как-то с насилием. Давайте вернемся к тесту. Кстати, как вам у нас в ЧПНИ? Я его считаю практически родным. Спасибо, что вы спросили. Мне очень нравится ваше заведение, где вы были главврачом долгие годы. Вы собираетесь у нас долго работать? А не произойдет ли с вами такой же случай, как произошел со мной? И вам придется просто... Что же произошло у меня с Дмитрием? Десять. Девять. Восемь. Семь. Очень хорошо. Я все помню, только очень потеют руки. Ничего, мы обязательно попробуем вас вылечить. Наталья Ильиновна, вы знаете, меня очень успокоит ваша риторика. Вы, похоже, квалифицированный специалист. И все те гадости, которые я уже, будучи на отделении, о вас говорил, по-моему, беспочвенны. Спасибо. Возможно, у меня с вами что-то и получится. Давайте продолжим. Вы остановились на семье. Она не станет отвечать на этот вопрос. Десять. Девять. Восемь. Семь. Вспоминайте. Как хорошо, кстати, что вы разрешили и уладили этот вопрос с нахождением этого домашнего животного, который у нас уже в Чапанаи очень давно. Да, я знаю, что вы к нему очень привязаны, поэтому мы в качестве исключения разрешили пребывать здесь с животными. Спасибо. Когда они все-таки находятся не в общих помещениях, а прямо на отделении, это прекрасно. Я могу их потискать своими влажными руками. Десять. Девять. Восемь. Семь. 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 Сколько семь? Может быть, шесть? Ну, шесть. Подумайте. Хорошо. Давайте сейчас мне нужно какое-то время. Какое-то время. И я помню то, что я был более разнообразный с нашими пациентами и предлагал им намного больше тестов. А какие тесты вы предлагали? Ну, мое излюбленное было и которое, вы знаете, хотя бы объяснить значение пословицы и мирского понимания ее для того, чтобы я мог хоть как-то в социуме общаться. Одна из них, моя любимая, это без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Вот вы мне можете объяснить ее смысл? Или, может, у вас есть какая-то такая пословица, которую вы используете в своей практике? Ну, давайте поговорим о вашей пословице. Так что вы находите здесь смешного. Вы сейчас к кому-то обращались? Здесь еще кто-то кроме нас есть? Что вы говорите? Ну, кто-то подсказывает. Нет. Когда, кстати, вы поставите мне уже, наконец, диагноз окончательный, нахождение здесь только из-за агрессии к пациенту, меня уже напрягает. Диагноз не является обязательным для госпитализации. Просто ваше состояние сейчас нестабильное, поэтому вы здесь находитесь. Диагноз. Я прошу диагноз. Диагноз. Напишите мне его. Я, как бывший специалист, смогу оценить вашу работу. Не подсказывает. Скажите, пожалуйста. Да. Как вы считаете, вы сами принимаете решение? Или кто-то на вас влияет? Так же, как и лекарство, которое вы мне даете. После него я испытываю усталость, сонливость. Это нормально. В начале лечения бывают такие симптомы. После лекарств. Так все-таки, скажите, вы сами принимаете решение? Конечно, сам. Конечно, сам. Так же, как в тот день, когда пришел к нам на отделение Дмитрий, который давно выписался, и я его считал своим выписанным пациентом. Как же это может быть связано? Не пытайтесь сейчас это вспомнить. Хорошо. Хорошо. Почему вы настаиваете на внесение диагноза? Я буду сам себя лечить. Потому что я пока не понимаю вашей квалификации. Не понимаю. Это очень интересное. Она может врать. Она может врать. Может быть. Еще в мировой практике не было такого случая, чтобы врач-психиатр сам себя лечил. Вы хотите поэкспериментировать? Я хочу больше хороших условий. Меня не устраивает то, что в такую погоду нас выводят только на 2 часа на улицу. Вот что я хочу. Я вам, вы мне. Я вам, вы мне. Я вам информацию. Вы мне преференции в нахождении в нашем отделении. Все равно мои ближайшие родственники платят деньги. Ну, вы сейчас под особым контролем, потому что вы только в начале пути своего исцеления. Ну, слава богу, вы хоть перестали привязывать меня на вязки на эту кровать. Ну, это и не требуется. За это надо там ждать. Кстати, мне кажется, что вы достаточно долго и продолжительно находитесь на улице на прогулках. Вы даже успели загореть. Это все, это все благодаря солнцу, продолжительному солнцу и хорошей погоде. Не рассказывай мне об этом. Вы недовольны условиями здесь? Что вы говорите? Вы недовольны условиями здесь? Я хочу в их лучше. Что бы вы хотели добавить к своим рациям? Таблеток, которые мне нравятся, а не которые делают меня сонными. А какие препараты вам нравятся? Те, которые вы даете с утра. И мне от них весело и легко. А вечерние лекарства мне не нравятся. И скажите вашему этому новому сотруднику, который пришел на работу, чтобы он не насильно не запихивал мне больше их в рот. А то я откушу ему палец. Да, да, откуси ему палец. Вы все-таки с кем-то разговариваете. Кроме меня. Здесь еще кто-то есть? Я не могу об этом говорить. Вам запретили? Я знаю то, что вам тоже не положено носить часы с собой. Но у нас же скоро ужин. Сколько еще продлится наша беседа? Мы уже скоро заканчиваем. Как я люблю есть. Как я люблю есть. Как я люблю есть. А вы? Ответьте мне хотя бы на один вопрос сегодня. Какое ваше любимое блюдо? Все-таки если... Все-таки если... У нас с вами будет симпатия. И я думаю, что это получится. В какой ресторан вы хотели бы, чтобы мы сходили? Мне нравится рыбный ресторан. Рыба, 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 рыба. Ну, впрочем, как и мне. И мне она нравится не только по четвергам. Как в нашем Чапанаи. Вы хотите пойти в ресторан? Если только с вами. Мы можем организовать это здесь, на территории нашей больницы. Да вы что? Что будет от меня? Нужно. Я готов. Хорошо согласие. Согласие оно есть. Но, понимая о том, что это практически невозможно, с учетом того, что на ужине будут какие-то тесты? Нет. Социализация, это поможет мне на будущей комиссии, для того, чтобы я вернулся в социуму нормальную жизнь? Да, правильно мыслите. Тогда я заинтересован. Не менее, чем вы. И ваш интерес есть тоже. Я знаю, что вы пишете диссертацию. Ну, об этом еще рано говорить. И тема диссертации у вас, психиатры, сами оказавшиеся психиатрией, наблюдающие. Такой темы диссертации еще не было в научном пространстве. И это ваш конек. И ваша фишка. Даже, я думаю, это поспособствовало тому, то, что вы устроились в наши чиппанаи на мое место. Это так? Ответьте мне. На кону ужин. Дама. Да, вы меня раскусили. Хорошо, что вы честно и открыто об этом говорите мне. Я надеюсь, я займу... Не вздумаю этого делать. Займу хорошее место в аналах этой диссертации. Материалов еще достаточно мало, чтобы говорить о диссертации. Ну, у вас, я знаю, есть еще один чокнутый любимчик. Мне об этом уже рассказала старшая сестра. В нашей клинике ни с кем нельзя делиться. Да, это точно. Да, это точно. Давайте заканчивать нашу беседу. Если вы позволите, то... Если вы позволите, то я соглашаюсь на ужин и участие в вашей диссертации, если мы сейчас уже закончим. Если вы уже устали, мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо за встречу, Наталья Юрьевна. На этом мы беседу уже закончим, так как пациент проявляет нетерпимость. к происходящему и практически отказываются участвовать в съемке. В будущих видео мы будем дальше наблюдать за нашими пациентами и, как обычно, проводить тесты и необходимые эксперименты для того, чтобы готовить пациентов на выписку. Всем спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok